Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о одной из моих любимейших культур, таких бобовых растений, как фасоль. Многие злые языки называют меня таким узким лабораторным специалистом-микробиологом. Из-за того, что мы очень много на канале отводим времени биологическим мерам защиты с болезнями и вредителями растений. Однако, на самом деле, моя основная профессия это селекция бобовых растений. Селекция растений. И главной моей царицей моих полей является, конечно же, фасоль. У меня есть свой собственный сорт в государственном реестре сортов Республики Беларусь. Ну, а сегодня я расскажу вам о спаржевой фасоли. Как правильно выбрать сорт спаржевой фасоли. Фасоль в целом относится к теплолюбивым растениям. Посев в ранние сроки, до того, как температура почвы прогреется хотя бы до 10, а лучше до 15 градусов, не эффективен. Сходы будут долгие, изреженные. Фасоль будет подвержена различным заболеваниям. Поэтому сроками посева фасоли, в том числе спаржевой, являются, ну, где-то сроки после цветения черевых. И именно этот срок является фенологически правильным. Наступает этот период, как правило, на майские или послемайских праздников. Мой опыт говорит о том, что даже посевы в 20-х числах мая являются вполне эффективными. Но только не в засушливых регионах. Такие поздние сроки посева могут лишить фасоль, ну и другие культуры, это общее правило для растений. Лишить влаги, и они будут развиваться не очень хорошо, им потребуется полив. Ну, а при, если вы живете в зоне с нормальным увлажнением, вот сроки такие тоже вполне уместны. Спаржевая фасоль отличается от зерновой тем, что практически не накапливают в своих бобах, а у фасоли плод боб, не стручок, стручок у крестоцветных, у горчицы, у рапса и так далее, у редьки. А у бобовых именно боб. Хотя многие называют стручковую фасоль, хотя это название обывательское и не совсем правильно, но не важно. Спаржевая фасоль, старорежимные сорта обладают свойством формировать волокно и формировать пергаментный слой на поздних стадиях формирования боба. Например, такой сорт, как московская зеленострочная. Поэтому подобного рода сорта стоит убирать в самом начале образования бобов, как только они достигли своего нормального размера. Современные польские и немецкие сорта можно выдерживать до более поздних сроков, когда зерно фасоли внутри бобики достигло размера пшеничного зерна и даже крупнее. Они все равно не образуют пергаментный слой волокно и являются очень вкусными. Фасоль, спаржевая, кроме хорошего вкуса, диетической ценности обладает также и лечебными свойствами. Это связано с накоплением особых веществ, в том числе аминокислот, которые способны влиять на уровень сахара в крови. Поэтому диабетикам надо обязательно включать в свой рацион и спаржевую фасоль. Она очень хорошо регулирует перестартику кишечника, поэтому ее надо включать в рацион тем, кто, так сказать, имеет проблемы такой запористый. Ее обязательно надо включать в рацион детей, потому что она содержит значительное количество витаминов, а также белка, если сравнивать с другими овощами вот в такой период сбора. Фасоль, спаржевая, бывает нескольких типов. Первое различие, о которых я хочу сказать, касается цвета самих бобов. Она может обладать фиолетовыми бобами, минимум сортов таких есть. Она обладает зелеными такими традиционными бобами, и она также обладает желтым цветом бобов, которые еще называют восковые бобы. Фасоль с восковыми бобами всегда будет менее продуктивна, чем фасоль с зелеными или фиолетовыми бобами. Однако в приусадебном овощеводстве вот эта разница между продуктивностью не так существенна. И выбор вы должны основывать только на собственном вкусе, какая вам нравится. Я больше люблю всего восковые сорта. Также фасоль различается по форме поперечного сечения. Она может быть круглая в поперечном сечении. Ну то есть если разрезать как колбасу, то она там круглая или овальная. А также она может быть плоская в поперечном сечении. То есть она широкая и тонкая. Если разрезать, то она получается такая очень длинненькая. Как правило, вот такие вот лопатовидные сорта, они обладают крупными, массивными сортами. Есть много ценных сортов с такими вот бобами плоскими, желтыми и с очень большим урожаем. И кроме того, они еще и вьющиеся. Что для таких бобов очень хорошо, поскольку они не упираются в землю и кончики их не гниют на грядке. Третье различие касается гавитуса или формы роста. Фасоль бывает кустовая и бывает вьющаяся. Я прям люто плюсую вьющейся фасоли. Ведь ее продуктивность в 5-6 раз может быть выше, чем кустовой. Но вьющиеся сорта очень часто бывают поздни с пилами. Поэтому, если вы хотите растянуть период сбора спаржевой фасоли, в этом случае необходимо выселать как сорта кустового типа, так и вьющегося. Чтобы насытить урожаем вторую половину лета и период ближе к осени. Такие сорта очень хорошо тушить в томате, закатывать, делать закрутки, заготовки, солить. Но рецептов не счесть. Все они вкусные, все они очень-очень полезные. Но не стоит забывать о высокой агротехнической ценности вьющейся фасоли. Ведь вьющаяся фасоль является непреодолимой преградой для тлей. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, что фасоль никогда не поражается тлями. Это связано с тем, что она обладает опушенными листьями. Это опушение жесткое. И фасоль в своем составе листьев имеет высокие концентрации лимонной кислоты. Тлинка, когда попадает на эти листья, попадает в эти ворсинки, приклеивается там, гибнет там, в том числе благодаря высокому содержанию лимонной кислоты в этих волосках. И никогда не поселяется, и никогда не преодолеет эту преграду. Поэтому шпалерные такие посадки из вьющейся фасоли, кроме того, что они высоко декоративны, кроме этого они являются и прекраснейшей защитой сада от тлей. Сада, огорода, везде высаживайте кулисы вдоль всех грядок, где растения могут поражаться тлями, вдоль капусты. Но тли летят по ветру, они сами активно против ветра перелетать не могут. Они несутся вместе с потоком ветра. Поэтому вы должны высаживать шпалеру с той стороны, где у вас имеются превалирующие ветра. И вы увидите, как без всяких химикатов количество тлей на вашем участке станет гораздо меньше. Если вы организуете чередующиеся кулисы на вашем участке, то вы и вовсе огород можете избавиться от тлей. Капустные овощи и многие другие не будут уже поражаться этими страшными вредителями. А ведь они еще переносят и различные болезни. В первую очередь вирусные, от которых, можно сказать, нет спасения. Поэтому фасоль это не только вкусное диетическое питание, которое обязательно надо включать в рацион детей. Которое обязательно надо включать в рацион пожилых людей, особенно запористых, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Обязательно нужно включать, ну абсолютно всегда в свой рацион. Ее надо просто выращивать хотя бы для организации шпалер. И на эту роль подходит только вьющаяся фасоль. Напоминаю, что все типы фасоли, и современные немецкие, и старорежимные, и вьющиеся, и с фиолетовым бобом, как она с Блаухильда, и с желудным бобом, как она с Королевой Никартом и многие другие, и с плоским, и с круглым. И всю линейку, все разнообразие сортов вы можете найти в интернет-магазине Процветок. Заходите туда, пожалуйста, выбирайте сорта себе по вкусу, и радуйте себя этой полезной пищей, и радуйте свой участок, избавляйте его таким биологическим методом от тлей. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok